Добрый день, дорогие друзья! Большое спасибо, что зашли на наш канал и смотрите это видео. Сегодня в нашей рубрике «Книги о балете» мы поговорим о двух произведениях, как это стало у нас уже в традиции, которые так или иначе посвящены балету. Первая книга, это книга, которую вы уже видели, это книга Сержа Лефаря, которая состоит из двух частей. Первая часть называется «Дягилев», мы о ней поговорили, а вторая часть с Дягилевым. Здесь Сержа Лефарь делится своими личными впечатлениями о тех шести годах, которые он провел рядом с Дягилевым. Причем последние годы они с Дягилевым были близки настолько, насколько могут быть близки люди. Вторая книга, и этот выбор может показаться вам странным, хотя она посвящена, по сути дела, тем же самым годам и тем же самым событиям в русском балете. Это книга «Мемуары воспоминаний» Тамары Платоновны Корсайной, которая называется «Театральная улица. Воспоминания». Нельзя сказать, что это книги, которые посвящены действительно одной и той же проблематике. Хотя, например, если вы откроете книгу «Мемуары воспоминаний» Тамары Корсайной, то уже в предисловии вы прочитаете, что она закончила эту книгу. В 1929 году, когда Дягилев умер, и с тех пор ничего не переделывала, потому что считает, что это могло бы оскорбить память великого человека. Таким образом, Тамара Корсайна сразу же говорит о том, что ее мемуары, и для нее основная ценность ее мемуаров состоит в том, что в них она рассказывает не столько о своей жизни, сколько о Сергее Павловиче Дягилеве. Ну, если говорить о Серже Лефаре, то Серж Лефарь – человек, который практически закрыл глаза Дягилева, человек, который последние годы с ним не расставался. Поэтому его впечатления о Дягилеве, его рассказывал в последних годах его жизни, представляются очень важными. Почему я выбрал двух этих людей для нашего с вами сегодня разговора? Потому что, пожалуй, это два человека, которые были верны Дягилеву, как никто. Тамара Корсайна, наверное, единственная танцовщица, которая протанцевала практически во всех сезонах. Она прерывалась в работе с Дягилевым только на беременность, рождение ребенка и на войну. Ну, по сути дела, беременность и рождение ребенка как раз совпали с Первой мировой войной. А Лефарь, как только увидел Дягилева, так, собственно говоря, этот человек и занимал все его мысли, все его воображения. Поэтому здесь мы видим свидетельства людей, которые Дягилева любят. При этом надо понимать, что любить Дягилева очень тяжело, потому что фигура он, ну, в самом мягком смысле этого слова противоречивая. На самом деле, деспотичный, чрезвычайно эгоистичный человек, который получил характеристику самого настоящего барина, который относился к окружающим примерно так же, как относились к своим крепостным помещикам в России до обмены крепостного права. Вот это такие характеристики даются Дягилеву. И они, судя по всему, действительно соответствуют действительности, потому что человек, он был, ну, мягко говоря, сложный. Давайте теперь поговорим о каждой книге отдельно. Они того заслуживают. Первая книга – это «Воспоминания» мемуары Тамары Платоновны Корсайной, которая называется «Театральная улица воспоминания». Они, возможно, покажутся на первых своих этапах очень похожими на другую книгу, о которой мы расскажем в следующий раз. Это книга Матильи Феликсовны Кшесинской, которая называется «Воспоминания». Но вот эту книгу я вам показываю как то, о которой мы поговорим в следующий раз. Но если говорить о мемуарах Корсайной, возвращаться и возвращаясь к ним, то надо сказать, что значительная часть этих мемуаров посвящена детству. Тамара Корсайна вспоминает самые ранние годы своей жизни, вспоминает, как она пришла в танец, вспоминает, как строились отношения в ее семье. На самом деле, на самом деле, Тамара Корсайна не просто самая умная балерина, которую знала историю, но, возможно, одна из самых умных женщин, которые вообще посещали наше человечество. Нужно отметить, что мать Тамары Корсайной закончила Смолянский университет для девочек, а ее внучатым дедом, вернее, даже не дедом, а дядей, был никто иной, как лидер славянофилов Хомяков. Более того, у Тамары Корсайной был брат, и брата этого звали Лев Платонович Корсай, который стал одним из последних и самых ярких представителей русско-религиозной философии. По иронии судьбы Лева Корсайна я читал еще тогда, когда балетом не увлекался совсем. Мои студенческие годы и мои искания в студенческие годы как раз были посвящены русско-религиозной философии. И Лев Корсайн долгие годы оставался для меня одним из важнейших авторитетов в этой области. Хотя, как выясняется, на самом-то деле, таких увлечений, как у меня, не было, наверное, больше ни у кого. Тот же самый Лев Корсайна вспоминал, что билет на философский пароход ему обеспечивала как раз его сестра. Чекист, который его арестовал и собирался расстрелять, узнал, что Тамара Корсайна его сестра, и после этого расстрел не состоялся. Ну, опять возвращаясь к мемуарам, мы заметим, что Тамара Корсайна пишет очень много о балете, она пишет очень много о Дягилеве, она пишет даже о своих родителях, она пишет о своей кормилице Дуняши, с которой прошла вся ее жизнь, но она практически не пишет о своем муже. Муж упоминается только в двух главах и очень вскользь. Более того, она не пишет ни о своей беременности, ни о рождении ребенка. Мы узнаем, что ребенка звали Никита, опять же, в одной из последних глав, просто потому, что она описывает бегство из Советской России, с ребенком на руках, который был совсем еще маленьким и постоянно плакал. В этом смысле ее мемуары, театральные улицы, воспоминания, действительно мемуары театральные. Никакой личной жизни там, по большому счету, нет. Мы даже не можем понять основные мотивы, которые двигали Тамарой Корсавиной в становлении ее как танцовщицы. Она чуть-чуть пишет о своей болезни. Она действительно очень тяжело болела в детстве, видимо, этим она обязана своим изящным телосложением. Но, например, понять, почему она была немножко, я не знаю, как это назвать, почему она была немножко, ну... Сложно сказать у одной из главных балерин мира, что она была какой-то немножко неряшливой, немножко косолапой, немножко нескладной. Но так оно и было. По сути дела, в каждом своем выступлении у Тамары Корсавиной вместе с блестящей техникой, артистизмом, обязательно отмечались какие-нибудь странные недостатки. То с ее плеча слетала шлейка, то у нее от юбок отрывался какой-то там подол. Об этом очень долго писали критики, которые злостно над ней смеялись. У нее всегда было что-нибудь, не слава богу. Но в результате все-таки мы получили самую настоящую богиню танца. Почему я, может быть, еще вспомнил о Лефаре? Потому что, понимаете, вот очень интересная складывается картинка. Представьте себе, 905 год. Чем занимались наши любимые герои в 905 году? В 905 году Вацлав Нижинский возвращался из училища домой. Его приняли за демонстранты и стекнули на гайкой по лицу. Шрам остался на всю жизнь. В этом же 905 году Лефарь только родился в городе Киеве. И в этом, в этом самом 905 году Тамара Платоновна Корсавина участвовала вместе с Михаилом Фокином в заговоре против дирекции императорских театров. Будучи уже приму-балериной, она писала всякие разные письма, выдвигала требования. И, по сути дела, если бы не вышел царский манифест, который даровал прощение всем бунтарям, ей пришлось бы не сладко. Телековский ей говорил, что, знаете, вам очень повезло, потому что в противном случае, невзирая на все симпатии, которые я испытываю на каум, мне пришлось бы вас очень сильно наказать. Это очень разные люди, на которые находились в очень разном возрасте. Тем не менее, Лефарь в конце своей карьеры, в конце жизни Дягилева, умудрился сконсально танцевать. Более того, это были его первые партии. То есть, по сути дела, дебют Лефаря пришелся на пору такого заката, на позднюю Корсавину. И она подарила ему, ну, то есть, это вот такой общеизвестный факт, что когда Корсавина танцевала с Нежинским, она плакала, потому что Нежинский вел себя с ней весьма своеобразно. Он ее фактически отталкивал, и в Жизеле никак не хотел ей сочувствовать, и вообще смотрел на нее холодно и отстраненно. Лефарь же, будучи человеком крайне восторженным, а он действительно очень восторженный, если вы начнете читать его книгу Дягилев, а потом сразу же переключитесь на книгу с Дягилевым, вы будете удивлены. В первой книге Лефарь очень строгий, взвешенный, серьезный исследователь. Во второй книге он похож на маленького восторженного щенка, который не может сдержать вот этого виляния хвостиком, радостного такого бега, когда уши развиваются. В отношении Дягилева он пребывает в совершеннейшем щенячьем восторге. В таком же щенячьем восторге он пребывал и относительно своего танца с Корсавиной. Тот факт, что ему разрешили танцевать с Корсавиной, было для него достижением невозможным. Хотя к тому моменту он технически превзошел даже Нижинского во всем, чем можно было его превзойти, кроме его, естественно, баллона, который, по-моему, до сих пор остается непревзойденным. Ну, по крайней мере, как это следует из оценок современников. Так вот, Корсавина подарила Лефарю букет цветов с запиской, которые Лефарь выделила из всех цветов, которые были им получены, и поставила на свой столик. Дягилев, который очень ревниво относился к своим друзьям, мужского пола, вывозил эту корзинку в окно. А Лефарь попросту не спустился, чтобы ее спасти. Да, то есть, ну вот видите, какие разные отношения. Лефарь, восторженный Лефарь, спасает цветы от Корсавины, а Нижинский не хотел к ним прикасаться и смотрел на нее, как на чучело, доводя до слез. Соответственно, я именно поэтому и не стал рассказывать о Корсавине в приложении к Нижинскому, а рассказываю вместе с Лефарем. Что еще можно сказать о книге «Театральная улица. Воспоминания»? Это, как я уже сказал, не совсем обычный мемуар. В них практически нет личной жизни Корсавины. В ней, в предпоследней главе появляется человек, которого она называет своим мужем, в последней главе появляется человек, которого она называет своим ребенком. При этом полностью все ее воспоминания, все ее мысли, все ее ощущения и переживания так или иначе связаны с театром, так или иначе связаны с театральной улицей. Там, где находилось училище, по этой же улице она ходила в театр. Все ее мысли, они исключительно о танце и все ее описания в танце. Может быть, потому что мемуары Корсавины были изданы в 1971 году, и тогда было понятно, что люди, которые составляли славу русского балета, на родину никогда не вернутся, и ее воспоминания будут интересны только узкому кругу людей. Может быть, поэтому она написала их такими сдержанными. Может быть, были на то какие-то другие причины. Но в любом случае, это книга о Балете, о Дягиле, и может быть, чуть-чуть о самой Корсавиной, которая не допускала свою жизнь на странице. Например, она не рассказала о судьбе своего брата Льва. Как мы с вами знаем, Лев Корсавин был человеком потрясающим. В 1920-е годы он создавал религиозно-философскую группу, которая очень активно работала с молодежью. После того, как его посадили на философский пароход и выбросили из России, Корсавин ведь не одумался и не прекратил. Более того, он отправился в Литву. Вот только вот подумайте. Он отправился в Литву для того, чтобы быть ближе к России, и продолжил заниматься тем, чем он занимался. Основной темой интересов Корсавина была религиозная жизнь в Италии 12-14 века. По сути дела, он очень подробно занимался вопросами антропологии, вопросами антропософии и вопросами того, что такое человек. Обжигание человеческой личности, обжигание человеческого образа. И было основной темой его исследования. Так вот, он отправился в Литву и преподавал в Кауновском университете очень долго, в том числе и литовский язык. Ну, далее, как вы знаете, произошла оккупация прибалтийских республик Советским Союзом, потом началась война. Чем все это закончилось для Корсавина, совершенно очевидно. Практически сразу после войны, в 1900, если не ошибаюсь, в 1948 году он был арестован. В 1950 году он оказался в сталинском лагере, где вскоре и погиб, не дожив несколько лет. В 1952 году он погиб, не дожив буквально совсем чуть-чуть до смерти Сталина, ну и, естественно, своего оправдания. Тем не менее, это не сделало его книги хуже, тем не менее, его книги до сих пор составляют основу того, что он составляет из себя русская религиозная философия. Так вот, сама Тамара Платоновна ничего не пишет о судьбе своего брата. Но она ничего не пишет о судьбе своего сына. Она только вскользь упоминает, что уехав вместе со своим мужем, английским дипломатом, в Британию, она всю сознательную жизнь занималась тем, что возглавляла балетное общество в Британии. И там же, кстати, там же, что интересно, знаете, в балетных училищах существовал институт преемников. Так вот, Тамара Корсавина была преемницей Сизовой. Сизова – это одна из главных балерин, ну, скажем, из немножко старшей группы. То есть она была ровесницей Кшесинской. То есть вот было три такие главные звезды – Кшесинская, Преображельская и Сизова. Далее был выпуск, была группа, которая составляла из себя Корсавина. Это, конечно же, Анна Павлова и Ольга Списильцева. Это Мара Корсавина. Это вот, пожалуй, такая главная троица. Так вот, Лидия Лопухова, та самая Лидия Лопухова, которая вышла замуж за Джона Мейнерда Кейнса, создала английский балет с помощью общества Камарго и так далее, так далее, так далее. Так вот, воспитанница, воспитательница, вернее, да, той самой Лидии Лопуховой была как раз Тамара Корсавина. Можете себе представить, какое преемственное было обучение в балетном училище. Что еще здесь стоит сказать, чтобы закончить уже с меморами Корсавиной? Корсавина описывает свою жизнь довольно скупо. И если мы видим там воспоминания, то они касаются скорее ранней ее жизни. А вот, например, Кшесинская книгу, которую я вам показывал, она скорее наоборот. Она очень мало описывает свое детство, очень скупо описывает свое обучение в балетном училище, но зато дальнейшую свою жизнь, особенно то, как она сбегала от советской власти, она описывает очень подробно. И ее бегство было, конечно, более живописным, чем бегство Корсавиной. Хотя, возможно, Корсавина с мужем, английским дипломатом, после того, как англичане разграбили советскую армию, как раз в том самом Мурманске, ее жизнь, возможно, представлялась, была под большей угрозой, под большей опасностью. Ну, вернемся к книге Лефаль с Дягилевым. Ну, вот книга с Дягилевым, она как раз книга, которая, понимаете, вот этот щенячий восторг, этот щенячий восторг, это склонение перед личностью, громадной личностью Дягилева, с одной стороны подкупает, с другой стороны пугает. Мы-то знаем, сколько сделал Лефаль потом без Дягилева для хореографии. И не можем этим не восхититься. И вот эти вот ранние годы Лефаля, они крайне интересны. Знаете, что особенно интересно? Особенно интересно, что Лефаль так и не получил никакого хореографического образования. Он совсем чуть-чуть занимался в студии Бронислава Нежинской. Более того, когда Бронислава Нежинская рекомендовала шесть танцовщиков, которые были, по ее мнению, наиболее талантливыми, Лефаря она не рекомендовала. Лефаль прибился к этой группе совершенно случайно. У него нет никакого систематического образования танцевального. Тем не менее, он стал главным танцовщиком и главным хореографом. И не просто хореографом. Он конкурировал, причем конкурировал с Брониславой Нежинской таким образом, что эту конкуренцию он выиграл в чистом виде. Конечно, свадебку он не поставил, но балеты, которые поставил сам Лефаль, они прекрасны, они остались в истории. И по большому счету, если сравнивать Лефаря, например, и Баланчина, то Лефарь в этом смысле в то время фигура на порядок более значимая. Просто жизнь Лефаря сложилась немножко сложнее, чем Баланчина. И он, возможно, не дожив до тех лет, не произвел того впечатления на нас, современников, которое произвел на нас Баланчин. Говоря о его книге, можно сказать, что самое ценное в ней – это свидетельство последних лет его жизни Дягилева. Свидетельство того, как Дягилев умирал, свидетельство того, как он угасал, и свидетельство того, как он отходил от русских балетов. Как увлечение книгами его поглощало целиком и полностью, и он уже не мог уделять нужное время балету. По большому счету, если бы даже Дягилев не умер, возможно, были бы 23-24, может быть, даже 25-е русские сезоны. Но после 25-х русских сезонов ничего бы не было. Интерес к балету и к русскому балету угасал. Не собирали залы ни Бронислава Нежинская, которая в то время с Идер Бенштейном сотрудничала. Никто, по большому счету, не мог уже привлекать публику. Интерес уходил, уходил, уходил. И нужна была именно сила и харизма Дягилева для того, чтобы всю эту штуку поддерживать на плаву. Что еще тут нужно сказать? Нужно сказать еще, что есть еще один человек, который присутствует в воспоминаниях абсолютно всех. И Лефаря, и Корсавина, и Нежинского. Человек, кстати, той же самой Кшесинской. То есть человек, который русский балет создал в значительно большей степени, чем многие, о ком говорят, как о создателях. Речь идет не, например, о Льве Иванове, не об Игонсоне, который, опять же, тоже всех этих людей так или иначе учил. Речь идет о маэстро Чикетте. Именно маэстро Чикетте занимался со всеми звездами русского балета. И не только русского балета. Он поставил танец Укшесинской, он поставил танец Корсавиной, он поставил танец Нежинскому, Мясину. И что интересно, он даже умудрился позаниматься со всем молоденьким Лефарем. Причем Лефарь, по сути дела, был его последним большим, значимым учеником. Очень забавно, но вот Чикетте, человек, который для русского балета сделал, может быть, даже больше, чем Петипа, никак не попадает обычно в анализы, в истории, которые о русском балете рассказывают. Это, кстати, интересно, опять же, если вернуться к книге Суламиф, замечательному человеку Суламиф Мессерер, которая, так же, как Чикетте, ставила танец всем звездам балета по всему миру, но не поставив ни одного балета, она как бы не оставила такого яркого следа в хореографии, о котором можно говорить. То есть мы можем говорить о балетах, там, не знаю, Мясина, о балетах Фокина, о балетах Нежинского, о балетах Лефаря, а вот Чикетте балетов не ставил, он просто ставил танцовщиков. Что еще можно сказать о этих двух замечательных книгах? Я просто хотел бы вам порекомендовать их прочитать. Большое вам спасибо. Спасибо, что оставались с нами все это время. До свидания.